Ай, мамочка, мне страшно! А-а-а! Тебе страшно? Значит, ты слушаешь еженедельную, самую ужасную, но очень симпатичную передачу Радио Бабай! Это аналитически-маразматическая, пукательно-публицистическая передача с элементами эротики! Этот элемент эротики ведущий! Ты станешь великим! Ты станешь знаменитым! Слушай, Бабай, ты вырастешь! Кем! Кем-кем! Просто вырастешь! Привет, дорогие друзья, с вами доктор Пирж. Да, и автор этой передачи, конечно же, йога-терапевт, йога-инструктор, веган, йожик Борис. Борис все не может отучиться материться, потому что живет в нашу эпоху и очень соболезнует нам несчастным. Он все время говорит, вы под нами. Борис считает, что йожики выше по эволюции. Я начинаю с этим соглашаться. Дорогие друзья мои, мы постоянно говорим о этой группе обдолбленных людей, которые в период нашей деградации просто присосались и воруют деньги. Да, это там наука, которая врет и врет и врет. Ничего нового с 1964 года не появилось в этом мире. Никакой технологии. Эти бесконечные разговоры о том, что дайте, дайте денег. Бесконечные разговоры. Дайте нам еще какие-то преференции, построите нам еще церкви. А актеры, дайте, дайте нам денег. Мы сделаем науку лучше и все станет лучше. Не работает. Точно так же, как не работали и ушли в небытие цивилизации майя 400 лет назад. Когда точно так же людям обещали, чтобы было лучше. А давайте мы будем делать больше жертвоприношений. Да, да, да. Точно, точно. Давайте больше, больше жертвоприношений. Оно не работает. Понимаете? Мы тратим деньги. Мы тратим ресурсы какие-то на вранье. Мы выживем как цивилизация, если перестанем кормить религию. Если отберем все преференции у науки. Если выгоним всех актеров в поля. Все деньги, которые тратятся сейчас государством на поддержание вот этой банды, хватит, чтобы дать их людям. И люди сами решат те нужды, которыми они вопиют. А вопиют люди по чистой воде, которую мы хлорируем со времен еще Первой мировой. Вопиют люди по нормальной пище, а не по ингредиентам. Понимаешь? По нормальному жилью, в котором можно жить без... Где написано было бы абсолютно нормально можно дышать. Ноль какого-то хазарта. Понимаешь? Сейчас все в пределах норм. Все дети болеют бронхиальной астмой. У них все в пределах норм. Где чистый воздух? К черту производство. Да к черту пластик. Давайте спасаться, ребята. Мы все вымрем скоро. Почему мы воюем? Как цивилизация может сохраниться, если мы вообще считаем себя вообще людьми? Я не знаю там. Как мы можем... Если мы сейчас все ближе и ближе находимся к ядерной войне? Где люди? Кто выйдет сейчас и скажет что-то слово? Где Стивен Хокинс? Где Патриарх? Где там Папа Римский вообще? Кроме всего прочего, ребята, кроме вот этих вот людей, которые видите на сцене, существует вон там еще люди. Там политики сидят. Но там также сидит еще одна группа людей, изучать которых я сейчас вас хочу позвать. Это группа современного жречества. И когда я говорю жрецы, я не говорю людей, которые являются таким религиозным культом. Дай мне денежку, а я там перед апостолом Паулом за тебя там все порешаю, чики-пики. Нет. Мы говорим о жрецах, о людей, которые вообще понимают людей, они ведут за собой наше человечество. Это место такая группа элиты, которая ведет культурно-научную, такую лидирующую роль, которая ведет нас вот в определенную сторону. И мы говорим о людях, которые обладают достаточным интеллектом, много зарабатывают. И которые живут в силиконовой долине в Америке. Те люди, которые мы как бы ждем от них, может быть, от них какие-то решения. Потому что как религия, где наука? Нет ее. Но что вы, что вы, молодежь, что вы там можете делать? И вот иногда там проскальзываются очень удивительные вещи, которые радуют просто о том, что там пацаны в силиконовой долине начали пить родниковую воду. Ну почему нет? Это же правильно, это замечательно. Вот начали там даже проявлять о том, что начали есть достаточно жира хорошего. Там дошли туда, наверное, перчатки. И вот я считаю о том, что в раз там какая-то девочка, которая раньше работала в гугле, она привезла в силиконовую долину какао, 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 какао. Вы что, приканываетесь там? То есть девочка вдруг стала продавать какао в силиконовой долине. И вообще американцы мало очень пьют какао, если пьют его там только такие разводные. Это девочка каким-то макаром уговорила там людей и начала им втуливать какао вообще. Понимаю? В пакетах, наверное, или даже без пакета, неважно. Но важно вот в чем, ребята. Вы посмотрите, что... Хорошо, если может, я понимаю, что, видимо, допустим, какие-то высокие дозы сильного, действительно как вкусного, свежего какао, только сваренного является вкусней, чем просто огромное количество какого-то кофеина. Это дает там какой-то буст энергии или еще или еще чего-то. Молодец, девочка, давай. Вот. Оказывается, она ее продает не просто как какого-то, а с ритуальной активацией. То есть какао-какоо не будет работать, если ты не пройдешь ритуальный обряд, значит, во время которого ты там начнешь, опа, но заактивизируется. Это продается этим людям? То есть эти люди настолько тупые, да, что ведутся на то, чтобы... А что, пей? Ага. А сейчас, чтобы заработало, скажи ахалай, махалай, бахалай. Вы что вообще? Это продается в этой самой вообще? Вот. Я там фотографию на нее посмотрел. Нормально, все понятно, улыбающаяся. Йога. Думаю, так, где ж йога-йога-йога? Где ж йога? Обязательно ждать. О, йога. Все. И бонусы, значит, церемония тебе будет, и будет какао, медицинская песня. Сакрет. Сакрет. Это, короче, тайная рекорд. Значит, такой, не просто тайная, а там просто святая, святая. Понимаешь? То есть бонусом к твоему какао, что ты там будешь пить, пакет там, наверное, килограмм, пятьсот долларов, ты будешь слушать святую кокосовую, фу, медицинскую песню, какао, из какао. Это просто пипец. Аудио записи Planting seed какао-медитацию. Блин, 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 медитируй. Все медитируют. И, в общем, на какао там ретрит поедешь в Коста-Рику, значит, пить какао на ретрит. Это продается этим людям вообще. Потом, смотрите, вот это вообще просто случай, который я действительно хочу вам рассказать, действительно, что произошло. Я подвожу как бы итоги вместе с Борей. Вернее, Боря подводит итоги, а я, ну, потому что ему жалко людей. Да, жалко людей. Вот Боря говорит, что какао это вкусно. Хорошо, молодец. Тогда отожмись пять раз. Давай, давай, отожимайся. Ты ел сегодня какао? Все, отжимайся. Давай. Раз, два. Молодец. Давай, 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 давай. Давай. Все, молодец. Ребят мои, слушайте, вот как все нормально вообще начиналось. Вы понимаете, насколько вот этот паренек такой вдруг появился, значит, заразил всех оптимизмом, ходил там по аллее босой, полуголый, значит, пил родниковую воду и начал там людям через всякие грузы и всякие втулять родниковую воду. Вот он, свой собственный там красавец, там ходит босиком все время, значит, и рассказывает всем, что люди, давайте родниковую воду пить. Ну, нормально же. Мало того, там, подговорил чуваку, они сделали даже веб-сайт, куда можно любому вставить родники, которые в Калифорнии существуют, ты понимаешь, и там всего четыре, понимаешь, не успел этот сайт появиться, не успел этот чувак вообще продавать эту воду, потому что он как только начал ее продавать, понеслось, короче. А-а-а, вы что пьете? Там бывают animal poop, animal poop может плавать в воде, какашки животных. А-а-а, это плохая идея, плохая идея. Бред вообще какой-то там. Что же, как это? Ну, чуваки продают 37 долларов за галлон. А за два с половиной галлона вообще. Это просто, это плохая идея, не пейте, да наоборот пейте. Но прикол же в чем, что эта вся вода из родника оказалась просто тупой водой из крана, из Орегона. Как же этот человек, вы понимаете, разорил просто идею того, что человек должен пить из родников. Понимаешь? Чистую воду родниковую, не хлорочную, но как же можно было вот так вот эту идею, короче, разломать. Точно так же, как идею вот разбили этого сока, этого выдавливательной машины. Понимаешь? Но я в чем сказать, что, ребята, что чем больше ты вот изучаешь этих людей, тем больше ты понимаешь, что все, там нет ничего. Жречество современное движется, мы находимся в полнейшем пике, потому что, ребята, вся силиконовая долина находится под влиянием вот этого вот Барри Каффмана, который уже очень давно, несколько, практически, десятилетий пропагандирует микродозы ЛСД, которые в огромном просто количестве сейчас силиконовой валей покупается, продается и используется. Микродозы ЛСД. Вот. И у него там огромная просто статья, там подписчиков больше, по-моему, у него там 14 миллионов подписчиков у этого парня. Вот. И он раз, огромное просто количество людей, ребята, микродозы, микродозы ЛСД. И вот пишется, что дорогой микродозы, все описывается, что он должен делать, как он должен их пить, где покупать, какое количество выпивать. С микродозами нужно принимать регулярно одну десятую от нормальной дозы, каждые 4 дня, затем заниматься своим бизнесом, ла-ла-ла, ту-ту-ту, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Там. Вы понимаете? Это люди, которые постоянно находятся под воздействием наркотиков на самом деле. Поэтому они принимают такие решения, ребята. Вы поймите, что как ты можешь нормально мыслить, если ты, обладая деньгами, да, ты обладаешь деньгами, ты платишь 8 тысяч долларов за то, чтобы тебе перелили юную кровь. То есть ты же прекрасно понимаешь, да, что это работает все, да, но ты же понимаешь, что за 8 тысяч долларов ты можешь спасти, не знаю, 12 тысяч детей здесь в Индии от голода вообще. Но ты выбираешь откапать себе 400 миллилитров крови ребенка. Эти люди сейчас занимаются тем, что просто бьют себя током, свой мозг бьют током. вот это вот транскранельная директная стимуляция, вот это вот, TDS, является, ребята, очень серьезным признаком вообще того, что эти люди просто себя разрушают. Вот, причем вот это вот как описывается, как огромная просто радость при лечении огромного просто количества проблем, депрессии, болей, понимаете, там еще, еще чего-то. Ребята, это все просто два тупо электрода, которые прикладываются к голове человека, говорит, жахнуло током, говорит, жахнуло током, не надо такое слово говорить. Вот, ребята, вы понимаете, эти люди бьют себя током, и это все напоминает электросудорожную терапию, которая применялась в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, при шизофрении, потому что, когда люди, там, людей таким макаром вводили из острых психозов, когда человек в остром алкогольном каком-то психозе видел постоянно там чертей, хотел их всех порезать, порубать, с огромным просто там шлейфом галлюцинации и бреда, его лупасили током и что-то там у него на какой-то период времени останавливались все эти бесконечные бреды, понимаешь, эти люди занимаются тем же самым, они сами себя шарашат электрическим током, в общем, вы нормальные? Это улучшает заряжение, смотри, какой сверхзарядка памяти, какая сверхзарядка, куда зарядка, куда зарядка, там что, стоят зарядки у тебя, аккумуляторы или что? Как это продают? Эти люди покупают этот бред вообще собачий. Ты можешь зиповый от депрессии, ага, депрессия, хроник пейт, да, я же солдат, у меня там спина разорвана, хроник пейт, давай мозг себе уничтожать. Ты, конечно же, решишь проблему с депрессией, с памятью, со всем хочешь, потому что ты разрушишь свой мозг, точно так же, как в Советском Союзе, проклятым, был запрещен прозрак по одной простой причине, прозрак вызывает атрофию мозга, точно так же, эти люди сами себя сейчас бьют током, сами себя выполняют электросудорожную терапию, 350 долларов, вот стоит такая вот машинка, Focus V3, покупай и бей себя голову током, вообще. Люди реально ходят и записываются на очень популярную штуку, называется consciousness hacking, когда ты взламываешь как бы сознание свое. Ребята, что это за бренд? Вы понимаете, насколько уровень людей, которые считают там видимо себя элитой отличается абсолютной тупостью человеческой, потому что слово сознание consciousness, вот оно, consciousness hacking, оно вообще появилось на нашей планете как объяснение, что это состояние нашей awareness, мы обязательно поговорим, потому что consciousness слово, само понять, слово термин, он существует в 1690 года вообще в мире здесь, и вдруг мы пытаемся этими словом consciousness заменить слово интеллект, разум, дух, состояние мавернесс вообще, бред какой, вы понимаете, эти люди субъективно, состояние жизни человека, выражающегося в объективном ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, consciousness hacking, вы посмотрите, что происходит, hacking, будущее уже случается, вот мы все сделали себе вот этот вот consciousness hacking, сознание, мы хакнули свое сознание, а-ха-ха, consciousness, как же, вот так, люди хакнули свое собственное сознание, подключив себя к более мощному аппарату электросудорожной терапии, с микродозами там, ЛСД, вот посмотрите на этого радостного человека, который сейчас хакнул свое сознание, вот он летит, что в голове у этого человека, ребят, что вы ожидаете от этого человека, он прокламирует, конечно же, свои дела, он издает книги, у него есть поддержка, ему дают деньги, он печатает книги, эти книги читают эти олигофрены вообще, вы посмотрите, я думаю, слушайте, наберу слово медитация, давай там набирать слово медитация, везде медитация, медитация, да, конечно же, медитация, продавать же надо, все под видом медитации, что это такое, так тут еще и микродозины, понимаешь, биофидбэк, значит, медитация и микродозы, караулы, эти люди там собирают какие-то consciousness hacking, нитинги в Сан-Франциско и там что-то стоят, все там что-то ждут, чтобы куда-то там захакнуться, медитация, 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 я ехала на медитацию и медитацию и погонял, lucid catcher, люди покупают себе на голову вот эту вот штуку, чтобы активизировать там мозг в этот период времени, когда у них двигаются глаза вообще, как это так, зачем ты лезешь свою работу, посмотри на этого человека вообще, как этот обдолбыш может даже вообще представить себе проблемы простого человека, как, если он жрет 10 лет микродозы ЛСД, бьет себя током и платит за там 10 литров воды 60 долларов вообще, это какой, в какую сторону этот человек поведет нашу цивилизацию вообще, эти медитации буквально и уже просто-просто смех вообще, сейчас корпорации платят людям, которые, я умею делать медитацию, делайте, закройте глаза, сидите, не двигайтесь, оп, ни о чем не думайте, ни о чем не думайте, оп, все, оп, медитация, кто значит, такое медитация, это продажа, какого-то булшита бесконечного, там, статья, я набрал, медитация, 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 американцы стали заниматься медитацией, потому что их корпорации стали заставлять делать, вот эти все обдолбыши в своей силиконовой вот этой вот долине, они потом звонят своим компаниям туда вниз, где-нибудь там, в Индию, в голосовые центры, а вы там занимаетесь, вы делаете медитации, да, давайте, медитации это кому как и что это такое медитация просто быть зачем простому человеку дья зачем простому человеку не монаху заниматься медитацией ребята эти люди ненормальные абсолютно вы понимаете зачем не сидеть медитации лучше пойду допустим массаж сделаю если простой человек массаж намного лучшая медитация потому что ты концентрируешься к прикосновениям ты вырабатываешь и концентрацию получаешь в этом удовольствие какой-то и отключаешь работу мозга на какое-то время зачем тебе сидеть медитации страдать от боли и спине разгонять свои мысли если ты можешь получить намного дешевый простой и радостный способ расслабиться медитации вот как я более делаю медитацию фуэтовый массаж а будем не делает медитацию правильно вот ребята это просто пипец вот эти люди настолько под подвержены влиянию идиотических абсолютно идей что сейчас у них новое значит направление их уже учат быть самими собой стойки приезжать там чоки я стоит я сам собой хочу быть там а вот так будет это же стойки вы где вообще о чем куда ведут эти люди вот он илон маск который основатель там вот эти все дела понимать в наряде с цепями и серебряными шипами покрывающими его с тела до ног пришел на вечеринку секс вечеринку где был сергей брин ребята эти люди под какими-то там дозами наркотиков от их не мозг сваренные совершенно они занимаются там сваренным грехом бесконечным на нанюхавшись кокаина потому что это единственный способ им общаться там между собой каким-то макаром только на таких вот вечеринка нам наше жречество это период заката римской империи завтра сюда постучаться какой-нибудь отила бородатый да вот или а ежикила бородатый или кто-нибудь какой-нибудь он полководец ежик ежиков ежиков борис вот да вдруг приведет гуннов ребят это просто пипец все ненормальные ребята все факт а сексуальные парисы я читаю я начинаю набирать там просто пипец утвориться на этих секс паре понимаешь то они жрут значит какая-то них новая диета что нужно я читаю я же прочитал думал смотрите нужно жир есть смотрите наконец-таки хоть одна там нормальная вообще мысль да так вот они при тето диете вдруг себе убирают вообще углеводы до 30 грамм в день всего лишь как одно яблоко зачем ешь нормальный жир но есть углеводы зачем же ты убираешь углеводы эти люди совершенно обдолбленные учительница коррекции в американском школе калифорнии обвиняют в растлении ученика с умственным отклонением какая силиконовая долина никто никуда не по не спасет никто нету нету ребята нету никого и мы с вами следующие на следующем деле давайте отправимся в бам да буря как ты насчет бама более потенцирует знает он хочет помочь людям да молодец боречка ребята через неделю встречаемся на баме вот но не на байкала амурской магистрали конечно же вы поняли да ха-ха-ха шутка такая вот не на байкала амурская магистраль а вот здесь вот ребята бам бьют бекс артс монс на на выставку самых дорогих вообще фотографий которые стоят значит пипец сколько денег значит на нашем в нашем мире вот в этом вот элитном пойдем посмотрим фотографии которые являются произведением искусств и стоят сотни тысяч долларов все ребята давайте пока с вами доктор перч и ежик борис боря что-то насчет съесть лсд блины хорошо это а как-то насчет чтоб я тебя стукнул током не надо говорить мне я просто как бы спрашиваю тебя нормально почему ты так отвечать слушайте ребята вот не могу борю отучить ругаться давайте ваши комментарии что делать сбор боря два с часа медитации не извини нет придется потому что ты материшься вот боря материться потому что он переживает за нас людей все ребята давайте пока с вами доктор перч увидимся да да что такое ах и балки лес гудой вроде бьёдый холодной у него же порядка у него есть ватки поэтому в лесу он держится грудной и 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